Очередные домашние игры провела Магнитогорская молодежная команда «Стальные лисы». Одержать две победы над Тюменским легионом хозяева не сумели, но все же набрали три очка из четырех возможных. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В 26 предыдущих встречах с тюменцами лисы забросили 130 шайб. В среднем ровно по пять за игру. Довольно результативным получился для хозяев и первый матч нового сезона. В стартовом периоде соперники на двоих нанесли 25 бросков в створ. 14 из них совершили магнитогорцы. Но зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. Егор Спиридонов и Никита Рожков здорово поборолись у лицевого борта. Рожков завладел шайбой и выдал точный пас на пятачок, а Дмитрий Шешин не оставил шансов вратарю. После перерыва интенсивность атак с обеих сторон только увеличилась. Голкипер-хозяев Алексей Щитилин в этом отрезке отразил 18 бросков. Его партнеры чуть реже доводили шайбу до чужих ворот, но качество моментов и их опасность были куда выше. После очередной молниеносной комбинации с участием Шешина и Рожкова, эффектный гол, впоследствии оказавшийся победным, забил Андрей Олейников. Гости ответили менее чем через две минуты. Сергей Арзамасцев сократил отставание до минимума. Но вскоре Глеб Бабинцев начал еще один быстрый розыгрыш, Никита Рожков оформил ассистентский хет-трик, а Дмитрий Шешин – снайперский дубль. В заключительном периоде защитник тюменцев Иван Канашев жестким приемом отправил в лазарет Байраса Абдулина. Нападающий Лисов потерял много крови и покинул лед на носилках, а его обидчик был удален до конца матча. Первым же большинством в игре хозяева воспользовались умело. Рожков заработал четвертую передачу, Бабинцев – вторую. Именно после его броска шайба угодила в перекладину и упала в площадь ворот. А реактивный Шешин оформил хет-трик и установил окончательный счет – 4-1. Повторная встреча, как это часто бывает, получилась для магнитогорцев гораздо сложнее. Уже в дебюте гости – одна из худших команд сезона по игре в большинстве – с первой же попытки реализовали численное преимущество. Отличился их лучший бомбардир Андрей Тимофеев. Но вскоре счет сравнился. Никита Рожков отвоевал шайбу у борта, сделал пас Егору Мартынову и сам же, переместившись в центр зоны, удачно подставил клюшку под бросок защитника. Вторая 20-минутка, несмотря на обилие атак, получилась безголевой. А в дебюте третий досадную оплошность совершил Алексей Щетилен, пропустивший несильный бросок в ближний угол. Но совсем скоро ответную голевую атаку начал Алексей Сахаров, а завершил Павел Дорофеев, который уже успел сыграть два матча за «Металлург». Лисы вполне могли дожать соперника в основное время, но главным героем встречи стал вратарь тюменцев Николай Дрёмин, отразивший в этот вечер 48 бросков. А на старте овертайма хозяева допустили ошибку на смене, и гости, благодаря голу Арзамасцева, после трех поражений подряд добились важной, всего второй в истории, победы на Магнитогорском льду. 2-3. Следующие матчи магнитогорская команда проведет дома против Сарматов из Оренбурга. Прямые трансляции смотрите в нашем эфире 8 и 9 октября в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН